Есть озеленение города Краматорска, а именно реконструкция два отдельных проекта, парка Пушкина и парка Ленина. Василина Ирина, я так понимаю, что можно и на эти качественные слушания предлагать нормирование партнеров? Безусловно, вопрос же не... Что мы рассматриваем письмо, которое поступило от Совета или задаем вопрос, если они присутствующие? Как вы думаете? Сначала презентацию? А, хотите презентацию? Нет вопроса. Можно начать с какого-то начала. Украинский экологический институт, который является генеральным проектировщиком данной концепции о ленинге и реконструкции парков имени Ленина и имени... Меня зовут Кейльц Алексей Павлович. Ну, начнем с парка Пушкина. Существующее состояние парка представлено на данных слайдах. Ну, все видят и знают, я думаю, в каком состоянии находится парк. Первый уходнял... Сергей Гаков. Пожалуйста, я Сергей Гаков. Буду записывать. Да, да, да. Сергей Гаков. Сергей Гаков. Ну, у меня два основных вопроса. Первый вопрос по тому, что вы нам показали. Вы проводили, особенно в парке Ленина, какую-нибудь разведку на местности, ведь в основном там, где у вас показан картодром, это заболачиваемая местность, и, возможно, там будет достаточно сложно вам подстроить и трассу, и так далее. Плюс огромное количество, сейчас мы приедем, забавляем, озеленения, которое уже существует, и, возможно, вам не нужно будет проводить. И сейчас второй вопрос по парку Пушкина. Вы планируете все заложить в плиткой, да? То есть вы не планируете в парке Пушкина ни занятия активно малым детям роликами, ни прогулку, ничего, да? То есть никаких велосипедных дорожек, роликовых дорожек, вы об этом ничего не сказали. И как они будут расположены вдоль прохожих? Да, как организация велосипедных дорожек будет предусматривать только в двух местах пересечения с пешеходными дорожками. Потому что, ну, дети и люди как бы соприкасаться не должны. То есть организация велосипедных дорожек предусматривает. протяженности в общем километра. Единственное, я не могу вам показать настройку. Вопрос. Это окончательный проект? Это не окончательный проект. То есть мы готовы для того, чтобы, если есть какие-то пожелания, пожалуйста. Вот одно из пожеланий людей, я уже видел, мы к нему прислушаемся и будем выиграть. Ответьте, пожалуйста, как вы будете заболачивать? Заболачивать все. В нами проведены изыскания инженерно-геодетические и геологические. То есть сейчас ведет процесс обработки данных, скорее всего, а подниматься тем высота будет. Потому что там, по факту, по факту, по факту Кушкина, по факту Ленина, происходит вотопление. Из-за того, что слияние в Креп. Просьба, уважаемые участники общественных слушателей. Просьба, уважаемые участники, просьба, все материалы, которые мы здесь рассматриваем, либо сделаем потом копии передать, для того, чтобы протоколу прячить, либо, если можно, сейчас. Хорошо. Вы все вы закончили? Есть вопросы? Понятно. Принципиальное расхождение плюс-минус. Есть маленькое предложение? Вопросы? Давайте слушаем. Вопросы к выступающим есть? Вы можете тогда присесть. Есть предложение? Все равно в парке будет продолжаться проход граждан вдоль наиболее оптимальных маршрутов, т.е. в протоколеные картинки. Возможно, их обсыпать гравием. Так и и предлагаю. Дитектор-то не сказал. Это главное, да? Да. Это главное. Пожалуйста. Представьте. Сергей Керченко, можно вопрос? Да. Скажите, о какой сумме денег идет речь? О какой сумме денег когда идет? Ну, по всему, по всем работам. На начало работ? За парком парка? Освари, вот этот проект и парка Пушкина. Какую сумму денег требует? Да. Да. Ну, вот рассматривались. Какой размер? Бесконечно? Апексей. Еще раз послушайте. Повторите, вручить, свой, вот, уточнение. Я не совсем понимаю вопрос, о какой сумме денег идет речь. Сколько это стоит? Господи. Сколько это все, не проверить? Сколько работ в проекты на областной бюджет выделяют? Сколько? Да, это областной бюджет. Подождите, может я неправильно понимаю, помогите мне понять. Стоит то, что нарисовано? Нет, областной бюджет. Или сколько выделено? Сколько выделено. Сколько выделено. Вы так хотите? Да. Ну, расскажите, сколько нарисовано обойдется, сколько выделено. Это непросто. Я попрошу понимать ситуацию всех. Вопрос, сколько обойдется нарисованно, он не медленный. Потому что можно заносить тропинки, можно заносить тропинки. Я о чем хочу сказать. Есть определенная фиксированная сумма, которая закреплена в областной программе. Которая будет передана в городу Громаду. Какая это? Ну, в общем, бит за порядка 26 миллионов на клубах. А теперь к инженеру. Да. Предполагается ли, что вы вложите в эту сумму? Либо это только начало? Предполагаем. Что вы полностью вложите в эту сумму? С поднятием... Ну, тут есть ряд вопросов. Есть ряд вопросов. Очень много. Будем стараться вложиться в эту сумму, какую я должен. Стараться, конечно, вложиться в эту сумму. Хорошо, спасибо. Да. Пожалуйста. Первый. Короткий Сергей. Я посещал, может быть, подобные пакты, которые нарисовали, в Кутку, где-то в Черногории, конечно, другие. Мне это понравилось сильнее. Когда закладывался подобный пакт, эти зоны были разбиты на социальные, которые готовят город, и коммерческо-социальные, которые передавались впоследствии частным предпринимателям, и они давали свои проекты, как они обустроят этот уголок, и что он будет представлять. Оно должно вписываться и по ценовой политике в ту часть, которая и получилась гораздо привлекательнее, нежели это было бы только за счет этих, ну, в данности. Это предполагается вот такая постановка? Дальнейшее развитие. Дальнейшее развитие пока предусмотрено. То есть мы предусматриваем зоны, но, как бы, это решать уже хозяйственникам, кому он будет переверен. Понятно. Смотрите, в связи с этим вы мне дали пищу. Ответ и у меня задать предложение. Для того, чтобы люди особились и думали, как можно реально в этом участвовать, нужно, чтобы были, ну, прежде всего, выделены какие-то фоны и предоставить возможность, ну, скажем так, через соседа и водительских людей, у кого есть какие-то мысли, что хочет в этом поучаствовать, чтобы они уже на стадии подготовки проекта участвовали. Ну, то есть у кого-то уже есть мысли, как создать тот же биологический факт, как и коллектив будет? Нет смысла. То есть я хотел бы, чтобы это было правильно, прозрачным и чтобы это было подготовлено, чтобы все это могли реагировать. Пожалуйста, есть еще вопрос? Я извиняюсь, я все-таки вижу люди по очереди. Позвольте мне сомневаться. Я хотела по поводу парков, по поводу сквера уточнения. Если это парк, то во всем мире есть такая мировая практика. Парки – это, ну, даже небольшие, но образующие предприятия. То есть парк – это то место, вернее, то предприятие, которое приносит деньги в бюджет. Вот. Если мы рассматриваем этот проект, то я не вижу здесь возможностей совершенно. Это сквер. Это просто зеленая зона, сквер – зона воздуха населения и так далее. Ну, что, вопрос, что хотелось бы видеть в городе? Парк, либо вот такой сквер, который бы просто, ну, потратился деньги, будет очень мило и приятно населению, но все время это все приведет с нашей низкой культурой или не очень высокой культурой к тому, что именно на сегодняшний день. То есть тенденция будет продолжаться. У вас понятия? Да. Смотрите, ситуация следующая. Если бы у нас были деньги выделены не на озеленение, я на этом подчеркиваю, то есть экологическая программа основной упор делается на озеленение и то, что позволяет постанова регулирующая расходование этих дневных средств на благоустройство, а именно на реконструкцию, тогда мы могли бы задумываться о создании каких-то привлекательных объектов или объектов, которые потенциально будут сносить прибыль. В данном случае сумма выделена целевая, именно на экологическую составляющую. Поэтому мы и рассматриваем на сегодняшний день только благоустройство и озеленение. Ну, вы кронотокчанка? Я родилась. Я дополню, в предыдущем, у человека был задан вопрос на предмет какой-то коммерциализации. Значит, насколько я знаю, предполагается, к примеру, как-то дрон строительства и его передача на открытом конкурсе кому-то диспредприниматель может содержать, покупка картов и прочее не предусматривается. То есть, пожалуйста, вы строите открытый конкурс, хотите вы или вы, пожалуйста, берите, организовывайте все это дело, поддательная аренда какая-то, дорогой функции. То же самое, как по поводу переработка. То есть, это концертные площадки либо-либо, либо этот пакет не пересмотрено вообще? Нет. Под коммерцию предусмотрены. Под коммерцию предусмотрены. И в одном, и в другом парке места под общий ПИД предусмотрены. Но бюджет, это здесь не может быть. Мы только подводим коммуникации и места определяем, и все. Я прошу прощения, представьте. Вера Шелест, два вопроса. Первый вопрос. Как вы думаете, можно ли включить в эти проекты, скажем так, зоны для творчества? То есть, места для ПИДНР. Чтобы могли приходить студенты, возможно, дизайнеры, модельеры. Возможно, приходить детвора из художественной школы, чтобы можно было расположиться, делать какие-то зарисовки на природе и так далее. Потому что у нас в городе потребность в этом существует. Тем более, что у нас действительно очень сильно развито вот это творческое начало. Это один момент. И второй момент. Предусмотрено ли включение в районе парка Оленина как-то зоны вот этой приличной. То есть, какая-то лодочная станция, может быть какая-то набережная и так далее. Да, я понял. Вот эти зоны надо только определиться совместно, где эту зону сделать. То есть, я лично вижу себе в районе летнего кинотеатра есть чудесная открытая площадка, на которой можно организовывать... Машинг-классы какие-то, какие-то там встречи творческие. В парке Ленина мы думали о набережной, но слишком небольшой бюджет будет погодить. Власник Валерий, житель Краматорска. Вы скажите, пожалуйста, а вы за проект уже получили деньги? Нет. Нет еще. Вопрос к вам, Майсан Николаевич, почему только одна фирма здесь представляет свой проект? Объясните, пожалуйста, почему взяты жители Краматорска выбирают только из этого проекта? Почему? Я как житель Краматорска должен понимать, что нам выделяют деньги. И тогда не мы платим за проекты, а есть несколько организаций, которые представят за свои деньги здесь на конкурс наш, на наш выбор. Вот эти все проекты. Объясните, почему только одна фирма здесь представлена? Пожалуйста. День у него проекты выделены из городского бюджета. из городского направления, и нам не помогли. Тоже это экологические деньги, не могут быть расходованы по конкретной 911 постановке. Проекты, которые заказаны, являются проектами озеленения. Когда мы провели мониторинг, мы... А где видно, что вы проводили мониторинг? Вы мне там выкладывали мониторинг? Нет, мы не выкладывали. Почему вы здесь делали? Потому что мы имеем права. Вы не имеете права. Это наши деньги городские. Мои ваши. Поэтому вам надо было сделать конкурс. Где были бы доставлены много фирм. Уважаемый Валерий, я вас буду слушать. Если вы будете слушать меня, я буду говорить. И на этот проект можно было вообще деньги тратить. На это бы потратила сама фирма. За свои деньги она бы представила вам. Поэтому, если здесь проводятся непрозрачные какие-то слушания, то есть вообще ли смысл производить их здесь? Если нет нормальных прозрачных решений, то почему вы это проводите? Почему горожанин не может выбирать из десяти проектов не на ваш взгляд, а на взгляд Громадской Рады или общественных случаев? Поэтому вот это все, что вы сейчас делаете, это как бы фикция происходящего. Нет громадских слушаний, потому что один проект представлен вместо десяти. Поэтому я предлагаю закрыть эти слушания и сказать, что они не прошли. Потому что всего-навсего здесь фикция происходящего. Вот это мое видео. Да, я закончу. Мне нужно рассказывать или не нужно? Уже, наверное, нет смысла рассказывать. Значит, поступило предложение закрыть слушания. Кто за то, чтобы поддержать это предложение? Подождите. Нет, коллеги. Поступило предложение. Я выношу. Кто за то, чтобы закрыть громадские слушания? Кто за то, чтобы продолжить слушания? Нет никого. Все хотят дальше. Про вопрос ответили, можно ответить или будет нормально. Почему обиды? Это вообще интересно. Ну, в протоколе зафиксирован. Ну, пожалуйста. Дайте, я скажу. Давайте с молочей идем. Ну, я. Наступило предложение. Мы проголосовали. То есть продолжаем общественное слушание. Есть желающие высказаться? Пожалуйста. Ну, кто? Пожалуйста. Я так понимаю, существует опасение громада, что не будет учитано и у них. Правильно? Да нет. Вот этих. Да нет. Что здесь просто расстреляют. По договорению. Абсолютно согласен. Поэтому есть вполне конкретное предложение. Взгляд надо в порядку проведения консультации с грамотностью. Пункт 12. Открываем последнее. У нас написано. Можно спорить и рабочую группу, которая будет из грамотности, из представителей проектантов, наших уважаемых архитекторов, художников, которая начнет от начала до конца этот вопрос курировать и смотреть. Это же не конец. Правильно я вас поняла? Это только начало. То есть, я так понял, сюда воду подведут, свет подведут, дорожки положат всю, да? Деревья заменят. Ну, деревья заменят. И скажут, ну там вот, наверное, будет что-то. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Поэтому, я думаю, разумное предложение. Громадская рада на своем заседании. Вчера. Вчера. А завчера. А завчера. Долагувала ДЦ рабочую руку своих представителей в количестве десяти человек. Я думаю, что это вполне разумное и объективное предложение. Кроме этого, эти люди, которые будут в этой рабочей группе, смогут контролировать процессы тендера. Он будет, да? У нас уже обновлено. Это не этот. Подожди секундочку. Тендеры там, конверты разрывать, смотреть за ними. Вот так вот. То есть, опасения, я так понимаю, громады только в этом. Куда денутся деньги и как будут учтены наши пожелания. Точно. Ну, я считаю так. Это мое мнение. Все. Первоначальный день уже достигнет. Нету конкурса на проект. Нету конкурса на проект. Нету конкурса на проект. Нету конкурса на проект. Давайте не перебивайте меня. Мое предложение. Для того, чтобы этот весь вопрос контролировать и смотреть от громады. Давайте рабочую группу сюда подцепим. Которая дальше все это поведет. А голосовать будем за предложение мое создать рабочую группу? Ну, я думаю, дадим желание. Хорошо. Давайте в конце. Нету конкурса. Нету конкурса. Нету конкурса. Почему не касайтесь? Им заплатили за это проект деньги, а вы сделали это бесплатно. Вам уже ответили. Никто еще ничего не заплатил. Я прошу. Я прошу длительное срок. Я хочу дать слово автору длительного проекта. Ирина, я прошу длительное срок. Уточните, чтобы мы понимали все вместе. До какого срока мы ждем ваш проект? Мы сейчас хотим представить. Директор Иванович, директор коммунального предприятия. Объединение парламент. Уважаемые, очень приятно, что вы так активно все включились в это дело. Я хочу маленькую такую правочку ввести. Здесь рассматривается не проект просто картинный, а рассматривается проектно-сметная документация. На проведение работ главное, что сюда закладывается, это озеленение и частичное благоустройство парка. Вот эти все ню-васюки, которые предлагаются в виде картинок. Там будет это, там будет это. Там огромные деньги нужны. Вот даже наш уважаемый Алексей Павлович частично тоже допустил ошибку. Там поднял вот эти здания, которые в парке Ленина. Мне стыдно, что показываются такие мрачные картинки. Эта территория, уважаемые, только сейчас заходит в парк Ленина, в границы парка. Вот это все, что касается вокруг стадиона Авангард, что касается всех территорий вокруг казена Торца и Второй Беликой, это новые территории, которые вливаются в общую площадь парка Ленина. И вот эти жуткие строения, которые это было, не у нас на балансе. Хотя у нас тоже не лучше, к сожалению. Поэтому еще раз уточняю. Речь идет не о картинках и называемых моего проекта. А идет речь о проектах смертной документации. Кто меня слышит, понимает, о чем я говорю. Парк Ленина, он исторически имеет, Домородская Лилия Васильевна, архитектка. Имеет историческую значимость, сам парк Ленина, что касается концепции самого. Я предлагаю использовать историческую значимость этого парка при разработке архитектурного решения. Это первое. Второе. У нас очень сильно развита группа краеведческая в городе. У нас есть исторический музей. Этот парк может стать культовым местом для проведения. Во-первых, как музей под открытым гневом исторический. И то есть можно проводить там, если принять историческую концепцию разбития этого парка, то можно там сделать, например, места для гуляния или проведения открытых уроков истории, там разместить скультуры и так далее. У меня эти предложения мои предложены в письменном виде, и я прошу голову грамматских слухань их принять у меня. Да? Да, конечно. И на моем экземпляре, пожалуйста, распиши. Приложите, пожалуйста, протокол. Приложите протокол. Распишитесь, пожалуйста, на моем экземпляре то, что я есть. Приложите. Приложите. Ваши события, пожалуйста. Вы не видите. Спасибо. А хватит выступать. Давайте по порядку. Желаю, чтобы быстрый свет вас. Мы предлагаем... А время час? Ответим. Давайте, чтобы... Давайте так, уважаемые, уважаемые участники. Я хочу напомнить вам о том, что сейчас предлагал господин Поляков. О том, что 10 числа заседал общественный совет. Очень много споров было как раз по этому вопросу. И, в конце концов, мы пришли к консенсусу о том, чтобы создать рабочую группу, которая бы сопровождала сначала проектирование и до конца, до подрядных работ, о том, что говорили, до тендерных процедур. Весь процесс освоения выделенных денег. Я думаю, что и сегодня никто не будет против этого. Поэтому, я думаю, это правильное направление. То направление, которое сейчас было представлено, вот, по видению эстиза парка Ленина, они прекрасные. И я предлагаю еще раз и на общественном совете, и сегодня громада может это поддержать, о том, чтобы потом выйти на сессию наших депутатов. И уже проработав, не сегодня, проработав этот механизм, заложи в бюджет следующего года дальнейшее развитие парка с предложениями вот этими. Потому что эти предложения, они прекрасны, но я знаю, что на них денег не дадут, потому что речь идет о конкретных целевых деньгах, правильно? Поэтому набережная, ресторан, ну, вы же понимаете, да? Это прекрасно, поэтому я предлагаю, чтобы рабочая группа как раз поработала в том числе и с предложениями, которые сейчас прозвучали. Обобщить их все, закладывая сегодняшние деньги, может быть, иметь в виду, что вот есть дальнейшая перспектива, чтобы проектировщик четко понимал, что должна быть перспектива дальнейшего развития парка. Понятно. Есть передать в президиум, я хочу озвучить. Мы ее проголосовали в составе... Я могу озвучить. А, ну давайте сразу по горячим озвучить, пожалуйста, кого предлагает... Громадская Рада предлагает в состав Ольгу Назарову, Ольгу Кожевник, Лилю Доморадскую, Сергея Полякова, Ирина Сергеенко, Вера Шелест, Светлана Чепелева, Галина Школа, Сергей Гаков. Вот в состав этих людей. Мы отдельно письмо вам пришлем. Есть у тех, кто участвует в общественном слушании, какие-то вопросы по списку или по конкретным людям? Нет. Но это предложение Громадской Рады. Я понимаю. Вы рабочую группу составляете, я думаю, что туда важно, чтобы вошли представители, архитектор, который вот сейчас давал, докладчик, который ему выступал, и еще какое-то количество людей. Если об этом не говорю, есть предложение общественных слушаний, дополнители, какие-то фамилии, может, не устраивать? Все нормально? Да, да. Поддерживают общественные слушания. Попрошу вас рассказать. Общественные слушания поддерживают поданный общественный совет на список. Кто за? Против? Есть кто-то? Против, пожалуйста. Против? Есть кто-то? Нет? Вы против? Нет. А, есть это? Воздержался кто-то? Нет. Вы воздержались? Представьтесь, пожалуйста. Кириченко, Сергей Бездышев. Так, по этому вопросу все, закончили. Есть желающие выказаться? Сегодня здесь вы участвуете в планировании криминального блокчика, которое называется нецелевое использование джек-пуни, с чем я вас и поздравляю. На самом деле, и как сегодня сказал Александр Николаевич, деньги экологического фонда расходуются в соответствии с 911-й постановой. Хорошо было бы ее и огласить. Прежде чем планировать какой-то проект, архитектурное его решение, техническое решение, следовало бы сначала обозначить, поскольку я вас сразу уведомлю, бюджетом города Краматорска, и очень интересно внесено в бюджет, это изменение дополнения на сайте 27 числа, было дополнено суммой 15 миллионов 500 зачиток, а с зеленым местом, а самая реконструкция парка, это вид починка, разработка, проектная расходовая документация. Точно такой же, но 12500 на парк Ленинград. Так вот, о чем идет речь. Экологический фонд, он должен решать проблемы экологические. Сначала ставится проблема, обрисовывается, какую мы имеем экологическую проблему, а потом, какими методами экспертов, специалистов, и следовало бы тут сюда пригласить и послушать экологов наших, как минимум, Краматорских, или экспертов, те, которые давно не видела я в городе Краматорск, информации по поводу экологической ситуации, которая, согласно Конституции, должна быть открыта, публично, доступна, а потом уже методы ее разрешили. Вот сегодня мы говорим о расходовании средств, которые должны были быть заложены в благоустройство. Понимаете? Но никакого отношения к бюджетным деньгам экологического фонда, то, что эти проекты, не имеют на сегодняшний день. Скажите мне, какую экологическую проблему решают вот эти вот дорожки, веревок, хорошие, да, для детей, да, да, и место досуга это. Ну какую экологическую проблему решают? В парке Ленина, допустим, я опять же, я не эксперимент, я могу предположить, там заболачивание проблема, засорение русла это может быть, да, в парке Пушкина, например, в этой территории, да, там другая чуть-чуть проблема, может быть. Но для этого стоило бы нам сначала генеральный план посмотреть города, а именно вот это зоны предельно допустимых выбросов, то есть загрязнение, промышленный город, тем более климатические условия, да, я вам хочу сказать, что наиболее засоренный город, предельно допустимой нормой, это как раз район вот Пушкина, а там же ж пролегли спальные районы у нас есть, понимаете, водных резервуаров у нас там нет, возможно, следовало бы говорить сейчас, если мы говорим о парке Пушкина, то о каком-то водном резервуаре, да, если мы там дальше думаем, что нам надо благоустроить еще парк, ну это значит, я же говорю, другие, другие деньги, другой проект. Вы, я надеюсь, поняли, о чем я вам говорю, да? Так вот, я считаю, на сегодняшний день говорить о и обсуждать проекты, рассматривать проекты архитектурные не до цели. Александр Пальченко, член союза архитектурного. Я начну со следующего вопроса. Значит, Анатолий Павлович. Алексей Павлович. Скажите, юридически, что вы на сегодня представляете? Концепцию. Концепцию. Рабочего. Что нам говорит объявление госполкома? Проект. Господа, нас обманывают. Так проект или концепция? Концепция рабочего проекта. А, господин Гомер, мы должны обсуждать проект. Проект состоит из... Подождите. Я бы попросил, во-первых, поменять территорию, во-вторых. Теперь я объясняю вам. Ну, гопытное, да. Этот общий проект должен был состоять из двух частей. Эскизного проекта и рабочего проекта. Эскизный проект не выполняется. Товарищ Маринин, как заявил проектировщик, по вашему настоянию, почему вы в нарушенном законодательстве подписали договор об одностадийном проектировании. Я прошу не отвечать, а я обозначу вопросы, которые... Разрешите. Я обращаюсь к участникам общественных слушаний. Как скажете, так и будет. Мы пришли обсудить проекты ПАП. Перешли на выяснение целевого использования. Ладно. Теперь мы разбираем... Чуть ли не обвинительная речь звучит. Это не обвинительная. Есть правоохранительные органы. И вы имеете право обратиться туда. Я не против того, чтобы мы вас сейчас дослушали. Я просто хочу спросить. Мы слушаем? Да. Кто за то, чтобы дослушать, Александр Николаевич? Я прошу вас. Хорошо. Считать не будет. Пожалуйста. Так вот. Этот проект должен быть двухсторийным. Сначала разрабатывается эскизный проект. И вот эскизный проект. Представляется на громадское обсуждение. Это не проект. Это даже не концепция. Это набранная с интернета картинка. Дальше. И по материалам эскизного проекта. Выполняется рабочий проект. По которому выполняется смета. Вот здесь задавали вопрос. Какая стоимость и так далее. И там все это ясно. Этого всего не сделано. Более того. Проектировщик получил уже деньги. Сто тысяч гривен. На полевые работы. На полевые работы. Вы скажите мне. Зачем для озеленения выполнение геологических работ? От кого он получил? Адрес полкома. На каком основе? Подписан договор товарищу Маринину. До сих пор не выполнена топографическая съемка. Где бы указаны были границы существующих земельных участков и пользователей. На которых разрабатывается проект. Отсюда от площади разрабатывается смета на проектно-изыскательские работы. Если бы внимательно и дальше по интернету в гугле посмотрел наш проектировщик. Он бы увидел, что вот этот картодром, который вот здесь в нижнем углу. Это пользование. Ну я сейчас не знаю, чья это фирма. Но полностью весь парк Ленина, на 50% где они запроектировали, занят другой фирмой. Что вы проектируете? Что вы нам здесь предлагаете? Какие-то картодромы на чужом земельном участке. Вы получите землю. Сделайте это по графическую съемку. Определите контуры границ. И дальше проектируйте. То, что вы здесь представили, это обман. Это не соответствует действительности. Второе даже больше я вам скажу. Проектировщик должен приступать к проектированию, получив местобудивные умовы и обмежения. У него его нет. Как вы вообще проектируете? Далее. Господин Маринин. Выпад... Правда, я извиняюсь. Подписала техническое задание секретарь Краматорской и Висковии Рады Воробьева. Ну, я так понимаю, вы готовили техническое задание. Так вот, в перечне, вот здесь, вот это, все это концепция. Вы разрабатываете рабочий проект. Где здесь электрика, водоснабжение и все остальное прочее, зафиксировано в техническом задании? Благоуточность. Это фиткинограмма, грубо говоря. Вы прекрасно понимаете, согласно ДБН, что здесь должно быть записано. Не концепции, понимаете, не концепции, а перечень чертежей, масштабы и так далее и тому подобное. Поэтому, уважаемая громада, представленная нам и объявленная нам сегодня громадские слухи не соответствует заявленной теме, проекта не представлено, обсуждать нечего. И проблему, которую он мешает, мне непонятно. Какую экологическую проблему? Вы, общественные слушатели, а сами за шумяцем проваливают, поэтому я должен написать рапорт на ОМАИ. Есть вопрос. Юридически обсуждать нечего. Есть желающие вопросы. Пожалуйста. Мы услышали сейчас довольно грамотный вопрос человека образованного. Видно, что он в этом очень сведущ. И перед этим увидели предложение людей, которые хотят что-то в городе изменить. То есть, я так понимаю, одни люди поняли и включились в работу, давая свои предложения городу и громаде. Второй данный выступающий сейчас, имя, отчество я не знаю, вижу, что очень хорошо разбирается, вижу, что очень хорошо понимает, но пришел абсолютно без предложений. Без конструктивных решений, в части решений, которые можно внести в партнер. Договор подписан. Они должны представить проект. Я сейчас слушаю, насколько я сейчас понимаю, слушание сейчас именно по предложению людей для внесения их в проектные задания или в проектные решения. Я вижу очень много эмоций. Я вижу очень много ответвлений в сторону с тем, чтобы отвлечь громаду. Вот непосредственно основного назначения сегодняшних слушаний. Мне очень приятно было слышать реальные предложения людей, которые пришли с предложениями, с идеями. Я готов их обсуждать, как человек и как гражданин. Готов слышать и воспринимать. То есть я вижу конструктив сегодняшних общественных слушаний именно в этом. Если у вас выступающие, извините, не знаю, у меня отчество, есть конкретное предложение, будьте добры, выскажите, я их услышу. И услышит громады. В части проектирования, в части эскизных решений. У вас есть ответственный вопрос, пожалуйста. Конечно. У вас есть? Да, я вам сейчас скажу. Покажите, о чем вы говорите. Верните процедуру прозрачной русской. Сейчас идет процедура, и мы хотим увидеть, я лично хочу, громада хочет увидеть, ваше конкретное предложение. Я вам еще раз скажу. Заявлены госполковным или городским советом, заявлены общественные слушания по обсуждению проекта. Проекта нет. У вас есть предложение? Деньги оплачены. В этот проект. Понимаете? Нарушена процедура проектирования. Двухстадийная, делается одностадийное. Сразу рабочий проект. Без эскизного проекта. Это одностадийное. У вас есть эскизный проект? Зачем? Если денег платится, договор подписан уже с подрядной организацией. Для этого громадские слушания и проводятся, чтобы громада давала свои предложения и проектант их слышал. Я, конечно, заместитель городского головы. Правильно? Нет. Я извиняюсь. Прежде всего, выполнение законодательства строительного и бюджетного. Подписан, вы понимаете, подрядчик должен был сегодня нам представить проект. Он не представил проект. Что мы обсуждаем? Александр Николаевич, как проект называется? Что написано? Так вот, до слова, скажите друг. Я попрошу. Озеленение и реконструкция. Правильно. Это реконструкция. А вы лучше всех знаете, что такое реконструкция. Это же, он выполняет реконструкция гражданских объектов в две стадии. Эскизный проект. И там было бы все. И скульптуры, и лавочки, какие они, материал, металлический, пластмассовый, деревянный. Вот это мы должны были обсуждать уже. Понимаете? Этого не сделано. Учитывая ваш опыт и знания, а я знаю, что вы довольно грамотный в этом человеке. Я бы с удовольствием услышал от вас конкретные предложения. Может быть, какие-то... Почем. 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 Да нечего. Да нечего обсуждать. Вы понимаете, ну нечего обсуждать. Час-двадцать работаем. Десять минут по переименованию. Закончили по реконструкции. Все-таки можно их по рекламу задавать? Можно без всех. А почему? Потому что мы работаем больше регламент. Тогда хорошо. Можно я точный вопрос, может быть, наступное время? Я предлагаю, Светланович. Все-таки я хочу сначала сказать. Какую экологическую проблему решает ваша проект? Узеленение. Узеленение. А какая стоимость на озеленение конкретно? Виктор Иванович, давайте заканчивать. Я хотел ответить. Час-двадцать. Капитальный ремонт зеленого хозяйства двух парков. Вот экологическая проблема. Говорить можно бесконечно. Капитальный ремонт зеленого хозяйства. Но давайте уважать друг друга на самом деле. Мы работаем сейчас двадцать. У нас на сегодняшний день есть протокол. Там есть предложение от ряда наступающих. Там есть предложение от общественного совета по созданию комиссии. Мы переходим к переименованию. Значит, уважаемые участники общественного совета. На сегодняшний день поступило восемь предложений. Попытаюсь в порядке поступления. Значит, Краматорское автопранспортное предприятие просит парк культуры имени Ленина переименовать в парк авангардов. Частное предприятие Лабиск, Саворосик Тоши. Название авангард. Общественная организация Наш Краматорск. Авангард. Краматорский казацкий полк имени Гетчмана Украины Павла Скоропастова. Авангард. Союз организаций Молитой Украины. Авангард. Есть предложение от гражданина Украины Астафьева. Он предлагает назвать парком имени Москобова. Есть предложение от заслуженных художников Рубриева. Давайте, осталось совсем чуть-чуть. И архитектора Ницай, назвать парк «Новый свет». Он озвучил сегодня здесь. И сегодня буквально была у меня Чубенко Светлана Вячеславовна. Это мать погибшего Степана Чубенко, вратаря молодежной сборной команды «Вангард». Она просит рассмотреть возможность назвать парк в честь своего сына. Мы сегодняшний день чуть-чуть не поставили предложение. Если кто желает, выскажет, то пожелает. Я хочу высказаться. Представь Николаевич, я говорю, чтобы не было у нас дальше вот такого, вот как сейчас, обсуждения так называемого проекта по реконструкции. Вот я предлагаю создать, это вопрос очень серьезный, это стратегический вопрос для города. Я предлагаю создать рабочую группу. Я не знаю, при городском совете, при нашем коммунальном предприятии. Уже все проголосовали. По вопросу на переименование парка имени Ленина. Понимаете, ну, завтра предложат имени, я не знаю, там, Остапа Бендера и так далее. Я предлагаю создать рабочую комиссию. Это вопрос очень серьезный. Потом это все вынесено в все городское обсуждение. Романцова Марина Николаевича. У нас рабочая группа, уже здесь было предложение по рабочей группе. Может быть, поручить в том числе этой рабочей группе поднять в первую очередь вопрос о наименовании парка. И это будет концепцией его развития, скажем так, дальнейшего. Зачем создавать дополнительные нам группы какие-то, ну, если уже есть. Тем более от общественного совета там прозвучали уже фамилии. Поступила предложение уже проходит поучаствовать в вопросе переименования парка. Кто за это? Прошу голосовать. Можно еще раз? Голосой слово. Я не знаю, как в рамках правового пуля и в рамках этих громадских слухов. Мы сегодня получили очень много разных предложений, совершенно разных. Тем более создана рабочая группа. У меня предложение следующее, и мы ограничены во времени. Считать эти общественные слушания как состоявшимися предварительными, чтобы потом рабочая группа проработала детально весь вопрос с документацией, не закрывая их, и вынести на повторные эти же вопросы, на повторные общественные слушания. Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Лилия Васильевна решила мне помочь. Кто за предложение, Лилия Васильевна, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. То есть единогласно мы считаем общественные слушания незакрытыми. Мы считаем поддержать общественную группу, которая была предложена общественным советом, и список находится у нас, да? Протокольные части. Проконтролировать, помочь и сформировать мнение. Александр Николаевич, заканчивай. Андрей Александрович, пожалуйста, уже две минутки осталось. И к следующему общественным слушаниям, о котором будет сообщено дополнительно, заслушать ее отчет. Да? Не хотелось бы услышать вашу статью Краматорское правдие, почему не проводился. Хорошо. Хорошо. Все? Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Продолжение следует. Прошу. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну а! Ты видишь? Ну а! Продолжение следует...